На трассе между Владимиром и Суздалем произошла автоавария со смертельным исходом. Информация об этом появилась в социальных сетях. На этих кадрах можно увидеть последствия лобового столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля. У транспортных средств буквально снесены передние части. Автор этого сообщения в социальных сетях уточнил. Автоавария произошла недалеко от поворота на поселок Садовый Суздальского района. По словам одного из очевидцев ДТП, Рено Дастер вылетел на встречную полосу. На встречку вылетела женщина на Дастере. Вновь ГИБДД пока не подтверждают и не опровергают информацию о виновнике аварии. Как уточняют дорожные полицейские, ДТП произошло примерно в 12 часов дня на 270-м километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». Причем участниками ДТП стали три автомобиля. Дорожные полицейские подтвердили, женщина-водитель Рено Дастер скончалась в результате этого происшествия. Толкнулись три автомобиля. Рено Дастер, Фольксваген Крафтер и Хюндай Санта-Фе. В результате данного столкновения женщина-водитель Рено Дастер скончалась на месте происшествия, а водитель Фольксваген Крафтер получил травму. Сейчас дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. Во Владимире произошел пожар в заброшенной казарме на территории Октябрьского военного городка. В социальных сетях появилось видео возгорания. В военном городке что-то горит. Пожарные уже часа два ездят туда-сюда. Напомним, когда-то здесь размещался танковый полк, но с 2015-го казармы городка пустовали, при этом находились в ведении Минобороны. Сегодня же этой собственностью распоряжается одно из акционерных обществ. В этом году стало известно, что военный городок застроят жилыми многоэтажками. Как уточняют в главном управлении МЧС, сообщение возгорания поступило на пульт дежурного примерно в 10.37 утра. Пожар случился в одном из неэксплуатируемых строений на территории городка, пояснили спасатели. К моменту прибытия первых пожарных подразделений огнем была охвачена часть кровли и третий этаж. Сложность тушения пожара заключалась в том, что на территории отсутствовали подъезды и удаленность противопожарных водоисточников. Пожар был ликвидирован на площади 400 квадратных метров. К тушению пожара привлекалось 7 единиц техники и 36 лич состава. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает причину пожара. Решение суда об отказе в банкротстве застройщика Игоря Другова будет оспорено. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор области Александр Авдеев. Он напомнил, что еще в прошлом году встречался с дольщиками и предлагал им решать вопрос через фонд развития территорий, обанкротить компанию застройщика и выплатить компенсации. Но суд в иске отказал. Ну вот, а что вы мне посоветуете? Я прошлый год весь криком кричал. Давайте фонд, давайте фонд. У нас в конце года люди получили выплаты и по 80 тысяч, и по 100 тысяч за квадратный метр. Но тут вот даже некоторые здесь присутствуют. Тоже говорили, что не надо, люди не хотят фонд. Не надо банкротить. Не надо банкротить другого. Понимаете? И меня убеждали, и прокурора убеждали, и суд колебался в этой части. А теперь что? Напомним, компания Игоря Другова не смогла сдать жилые комплексы в срок. Застройщик утверждал, что в связи со всеобщим подражанием цен у него возникли проблемы. В итоге было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. А фонд развития территории попытался обанкротить застройщика. И тут дольщики действительно разделились на два лагеря. Одни говорили, что не хотят компенсации, потому что боятся копеечных выплат, на которые ничего не купишь. Другие согласны были получить вместо квартиры деньги, боясь остаться вообще ни с чем. Эту историю мы активно вели на протяжении всего минувшего года. И вот в суде федеральный фонд проиграл. Игорь Другов должен своими силами достраивать объекты. Его представительница в феврале дала понять, что застройщик готов завершить стройку. Планируется поступление денежных средств в конец февраля, начало марта и продолжение строительных работ. Ну и соответственно весь текущий год поступления денежных средств. После этого областные власти поставили задачу перед Игорем Друговым предоставить дорожные карты по каждому из объектов строительства до конца февраля. Мы позвонили застройщику, он пока воздержался от комментариев. Но как теперь область будет помогать дольщикам? В ходе пресс-конференции губернатор так ответил на этот вопрос. Вот вы говорите, область готова или не готова? Область. Смотрите, область. Давайте область. В области у нас не только Дуброво и город Владимир. У нас и Ковров, и Муром, и Александров. И они-то чем виноваты? Тем, что у них сейчас вытащат миллиард рублей, чтобы в городе Владимир достроить дом. Конечно, мы что-то будем предпринимать. Опять же, я не знаю, что. Потому что суд пока отказывает. Мы, конечно, наверное, подадим апелляцию. Не знаю, какое будет решение. Но могу точно сказать. Будут серьезные уголовные дела. И только в рамках уже либо банкротства, либо уголовных дел будет приниматься решение, как будет реализовано право дольщика. Как будут развиваться события? Мы продолжим следить за этой историей. Алексей Домнин и Егор Дейкевич, 6 канал. Жильцы этого общежития засыпают и встают под звон капели. В доме 10 по улице Белоконской прохуделась крыша. Талой водой залит чердак. Оттуда влага опускается в жилые блоки. Стены и потолки секции покрыты плесенью и грибком. Все течет, вся штукатурка отваливается. Вот, посмотрите, даже сами. Туалит тоже все протекает у нас. Вот, пожалуйста, да. Тут вообще ситуация аварийная тоже самая. Вот видите, все провода оголенные. Ну, смотришь, сегодня-завтра может вспыхнуть пожар. Люди боятся заходить в ванную комнату. Говорят, что от влаги искрят провода. Многих било током. Вот сосед моего, Алексея. Один раз чуть вообще не сгорело, можно сказать. Это коротнуло настолько, что искры посыпались. Но это невозможно. Заходил в ванную, да, то, что были искры, то, что от выключателя летели прям дикие. Дикие очень искры. Но это ударило током лихо, причем ударило. Больше всего протечек в общем коридоре. Местные жители рассказывают, что во время дождей и таяния снега с потолка льются целые струи воды. Народ подставляет ведра. Пол прогнил. На стенах грибок. Провода также везде оголенные практически. Ставим ведра для того, чтобы соседям не текло. Чтобы не капало. Хотя бы дальше не прогнивало это все. Страдает и личное имущество. Вода протекает в комнаты. На обоих разводы. Собственники говорят, что боятся делать ремонт. Буквально на днях, в воскресенье, был сильный ливень. И текло в туалете, был потоп. Соответственно, протекло все в комнату. Здесь хотели делать ремонт, но так как все протекает, мы не можем сделать ремонт. Почему? Потому что придется опять делать ремонт. Люди уверены, нужен капитальный ремонт дома. О своих проблемах они сообщали в госжилинспекцию, властям, управляющую компанию и фонд капремонта. Народу пообещали, что капремонт крыши будет выполнен уже в этом году. Вышеуказанный многоквартирный дом включен администрацией города Владимиров в краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2023-2025 годы. С ремонтом крыши в 2023 году. Но до капремонта еще надо дожить. Жильцы задаются вопросом, как спастись от потопов сейчас. Конечно, мы хотим капитальный ремонт, чтобы нам сейчас сделали. Но это еще летом, а сейчас на данный момент пускай сделают хотя бы текущий ремонт какой-то. Пускай заплатки поставят. Общежитие обслуживает муниципальная организация МКП города Владимира ЖКХ. Вместе с жильцами мы отправились к коммунальщикам. В управкомпании заявили, что крыша от наледи очищена. Однако выполнять ремонт на мокрой кровле нецелесообразно, но пообещали меры принять. Сейчас я направлю туда людей, в частности электриков тоже, чтобы там все посмотрели, емкости поставили. Максимально до капремонта будем как-то держаться. В управкомпании сообщили, что конкурс на поиск подрядчика для проведения капремонта уже объявлен. Если и вас беспокоит коммунальная проблема, с которой не получается разобраться самостоятельно, звоните нам. Телефон редакции 366666. Евгений Павлов, Александр Агафонов, 6 канал. Под поле вода. Все соленья, лук и картошка просто поплыли, жалуются пенсионеры. Неприятный инцидент случился у жителей дома номер 69 на улице вокзальной. У меня понадобится лучок. Я полезла, говорю, пойду сейчас достану. Спустилась, говорю, что это такое тут светится-то? А, вода! Я туда пониже спустилась. Туда палку сунул, она вот там у меня плала. Жители рассказывают, этому дому 75 лет и такое затопление произошло впервые. Но сырость присутствовала всегда. Здание стоит в самой низине. В межсезонье со всей округи сюда стекает вода. Влага, да, даже вот у меня второй этаж, и все равно в квартире сыро. Влажно. Вот. Если окна закрыть, не проветривать, вообще будет сырость. Это второй этаж. А что делается на первом? Воду в подполе Татьяна Сергеевна обнаружила еще позавчера. Она сразу же позвонила в аварийную службу и оповестила соседей. Вот только управкомпания на помощь не поспешила. По словам пенсионерки, коммунальщики посоветовали ей откачать воду самостоятельно. Дали мне телефон мастера. Мастер говорит, вот вы сами откачиваете, сами там зарываете, вот там сами что-то наделали, и ручейки сами пробиваете. Я говорю, у нас мастерики, кто там нас что будет делать-то? В управкомпании объяснили, по технической документации этих подполов не существует. Когда-то давно их вырыли сами жители. Именно поэтому коммунальная служба не спешила откачивать воду. Интересно, что пока наша съемочная группа ехала в управкомпанию, пенсионерам успели прислать рабочую бригаду. В данный момент там сейчас работает бригада рабочих во главе с главным инженером. Производится откачка воды из индивидуального подвала, который жители вырыли самостоятельно, что не является общим имуществом, но в то же время мы им помогаем. Также в управкомпании сообщили, что намерены обязать собственников нижних квартир самостоятельно закопать незаконный подвал. Вот только хватит ли на это сил у пожилых людей? Никита Каргаев, Мария Гончарова, 6 канал.